тайское но такое хорошее утро дорогие мои на телеграме сегодня задали вопрос владимир объясните пожалуйста что такое саморефлексия то что написано в википедии по поводу саморефлексии безобразие вот одним словом можно назвать размышление говорит о собственных чувствах это не саморефлексия называется самоанализ размышление о своем поведении о своих чувствах вот что такое написано в википедии под названием саморефлексия какой уж там товарищ у нас все это дело писал в википедии я уж точно не знаю но не смысл смысл не в этом так вот саморефлексия это явление как раз то самое которое погружает человеческого людского индивидуума еще более в быдлядское состояние то есть это получение эмоционального удовольствия от похвал и получение эмоционального разочарования от осуждения другими и внутренние внутренние пережевывание вот этого говна или мармелада и называется саморефлексии какой хороший мне васька сказал что я хороший а дусенька сказала какие у меня ногти прекрасные хорошие лучше всех не лучше всех вот и хуже всех и хуже соседа у него мерседеса у меня жигули у меня болит жопа а у него ничего не болит вот саморефлексия по большому счету это не что иное как внутренние эмоциональные предвосхитительные или уничижительные формы да в определенном смысле это суждение которые индивидуум выносит себе индивидууму что надо быть ему надо быть не последним говном в этом мире то есть ему нужно быть лучше чем другой какой-нибудь вообще лучше всего быть лучше всех сразу лучше всех по всем стандартам вот в журналах вог есть стандарты на телешоу есть стандарты ухо горло нос сиська писька хвост чтоб сиськи такие были жопа такая была чтобы говорить каблуки были обязательно с красными ступнями лабутены и чтобы вот она все такое как как у всех как положено да как положено должно быть да но не обязательно саморефлексии это следование стандартам это может выражаться и по-другому но смысл остается опять-таки в психологической вот этой вот психологическом состоянии уничижение предвосхищения сравнительных форм пребывания ума в сравнительных формах к сердцу это нахрен никакого отношения имеет вообще контуиции на человек когда индивиду живет по сердцу ему насрать абсолютно насрать на чьё-то мнение васька сказал что я пидорас и ради бога фиденька сказал по поводу того что я хороший кокоша да и пускай говорит чё хочет кокоша татоша там пидорас не пидорас не имеет ровным счетом никакого значения понимаете откуда они могут убрать свои суждения другие индивидуумы на основе чего они складывают суждения себя о себе а разумный человек никогда не будет судить другого не себя разумеется тоже люди он все время только этим занимается ему больше заняться нечем все время меряются половыми членами и сиськами если половых членов нет вот это бесконечное сражение да то есть сиськи сражаются за то чтобы достать себе хорошего яйценоса яйценосы сражаются между собой за то чтобы обладать теми сиськами которые нужны всем вот среднестатистическая модель обычного людского быдлятского общества в котором собственно и пребывает большинство населения причем слова быдло повторю это не ругательство а быдло в переводе с польского языка это не что иное как стадо стадо есть просто слово быдло она классная потому что одни воспринимают это как ругательство если вам чуть не нравится значит вы как раз к быдлу и относитесь если вам от слова не нравится вот она сама рефлексии это где случилось у нас до кого-то у назвал меня он меня назвал вас конкретно никто не называл вы взяли этот пиджак себе и накинули вот вот и хорошо выйди на площадь крик не там а пидорасы они тут же отзовутся латентные скрытые или прямые да они будут возмущаться говорит ты кого тут назвал пидорасом-то а сам поди такой ну тут добавить просто нечего понимаете вот что такое саморефлексия это базовые базовые памятные собачек павлова вот оно все очень просто сама рефлексия всегда от ума случается никак от сердца она не может произойти разумный живущий интуитивно любящие себя и любящий окружающий мир понимает что все происходит по воле творца и нет причины тут брызгать слюной и говорить что кто-то хуже или кто-то лучше все такие какими сделал бог то кто вы такие чтобы судить о том что кто-то лучше или кто-то хуже если судите вот и пребывайте в состоянии морока и несчастье бесконечного и поиска каких-то нахрен ответов непонятно на непонятные вам вопросы а все под носом то лежит вот вот здесь просто нужно внимательно рассмотреть и больше ничего если вдруг под носом у вас оказалось дурно пахнущее говно значит ему там самое время очутиться чтобы разобраться то как это так случилось почему это у под носом пахнет какашульками а не амбузием да так вот что вы выплюнули из своего рта тем и пахнет под носом что что-то удивляться то если говно жуи пережевывает постоянно дерьмо так у них и и пахнет под носом именно этим а если индивидуум смотрит на этот мир и позволяет себе быть счастливым человеком а что значит позволить себе быть счастливым человеком это позволить себе дорогие мои быть самим собой говорить то что ты думаешь действовать так как считаешь нужным не лгать не себе не окружающим ну как минимум можно просто промолчать видите к вам так сказать прицепился индикатор дебил саморефлексирующий дебил прицепился да 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 идите мимо помолчите зачем с ним разговаривать это же запрос на то чтобы из вас дебила сделать если вы вступаете в беседу с дебилом дебил иди сами не нужно совершенно пустая трата времени а время то самое ценное что у нас есть в жизни нет ничего ценнее времени и все тождественно времени абсолютно все тождественно все материальные аспекты какие бы они ни были они все тождественное времени и деньги в том числе которые люди там идеализируют деньги что такое деньги вот вы потратили определенное количество времени правильное приложение усилия сделали получили определенная монетизацию да то есть получили некое средство при помощи которого вы затраченное время можете поменять на затраченное время других дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний неизлечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание примеру в этом хлеб печете время тратите булку продали у вас получились вот эти вот монеты да а что такое монеты монеты это аккумулятор вашего времени что что вы булку выпить ли вы потом можете поменять ее там на морковь ваш сосед например тратил время на выращивание моркови и вот вы булку поменяли на морковь и поменяли свое время на время вашего соседа поэтому у нас все обмены происходят исключительно временные вот что самое ценное время а деньги это аккумулятор времени кто печатает эти аккумуляторы времени тут и банкует и имеет всех остальных понимаете но это все до поры до времени безусловно наступит такой момент когда все это немножечко изменится и игра примет другой более веселый оборот ну или не более веселый кто как кто печалится тут будет печалится и в раю а кто радуется тот и в аду будет радоваться у нас здесь и рай и а а вы что выбираете ну кларочка каравочка конечно изменился а что я должен быть статичным как монумент ли и не наш таля все в этом во вселенной абсолютно все течет все меняется а почему потому что мы познаем новое и это новое она оказывает в определенном смысле влияние и на психологию индивидуума и на его понимание понимание я и как следствие меняется еще и субъективное и объективное восприятие индивидуума когда что-то рассказывать раньше конечно в самом начале там я еще не знал не чувствует не то что не знал я не чувствовал как правильными словами там все слова жопа никогда не говорил и вот тому кому пути ути в самый раз владимир как вы раньше хорошо говорили как на лекции профессора преображенского ну а сейчас вам не нравится режет таки режет слух что-то да тохес режет слух чуть-чуть дорогие мои если что-то режет слух это говорит о том что есть над чем потрудиться над собой ну или к примеру можно нажать кнопочку там есть такая кнопочка замечательная такая отписаться и полетели полетели на другие каналы смотреть что там у нас вещают правильные люди в галстучках в таких очень цензурными словами это совсем цензурными владимир здравствуйте вопрос не по тем моей дочери в два месяца была проведена операция на кишечной непроходимость все прошло успешно сейчас ей 2 и 6 есть проблема со столом он более жидкий записывайтесь на консультацию надо немножко привести в порядке желудочно-кишечный тракт ваших девочек пока еще она молодая можно очень много чего-то подкорректировать после операции никакая операция не остается просто так в организме нет ничего лишнего ну совсем ничего лишнего нет даже аппендицит вовсе ни разу не лишний все полезно и если туда влезает так сказать человек с ножиком и что-то отпиливает однозначно это не хорошее дело это иногда конечно уже деваться некуда приходится но отпиливать ничего не надо что можно заказать на вашем сайте это зависит от того как вы относитесь к некоторым вещам либо разочарование либо очарование а либо результат еще можете заказать хороший но если вы кушать правильно не будете системы питания не изучите что-то закажите то разочарование неизбежно нужно менять свое отношение к себе и в первую очередь конечно системе питания потому что от того что мы кладем в свой ротик ну вообще есть несколько параметров от которых зависит качество жизни индивидуума безусловно это пища вода воздух электромагнитный фон в котором мы находимся и деятельность центральной нервной системы безусловно ну есть еще параметр физических воздействий но он так или иначе все равно является психосоматическим если вам как берлиозу голову отрезала трамваем где аннушка масло пролила то это тоже психосоматика просто некоторые совершенно никак понимать не хотят или не могут но это в общем их боль и проблема не остальных владимир если я реагирую на все магнитные бури о чем это говорит потому что в прошлой жизни вы были компасом это шутка конечно но по большому счету это говорит о высокой чувствительности центральной нервной системы это в определенном смысле можно не то что излечить это не надо излечивать нужно научиться быть с этим в комфорте пришла к тому что монетарный мир тупиковый безусловно конечно тупиковый владимир вы можете представить себе мир без денег а игра тогда у нас сломается вот эта игра в которую мы играем она построена на лжи и монетарной системе ложь и монетарная система это игровая площадка там где мы с вами находимся поэтому если да есть другие игровые площадки которые не содержат таких параметров как монетарная система не содержит таких параметров как ложь но есть другие параметры тоже игровые почему потому что если у индивидуума все вообще зашибись вот вообще все прекрасно как в раю вам это будет скучно всем это будет скучно это будет хорошо и прекрасно после того что сейчас устали до от этой жизни надоело вам все вы месячишка другой годок может быть даже посидите на пляже с рюмочкой кюкаса и ананасом да где никто с вами не спорит никому по морде не заедешь никто вам по морде не заедет нет никаких противоречий сопротивлений вы кого-то обзываете дураком и говнюком конечно да с полной искренностью говорит конечно да все ты правда не то что он скидывается ты ты хорош а я говно что поделаешь я согласен не вопрос в конечном итоге это становится просто невыносимо в таком состоянии находиться когда нет не нет игры игра есть только тогда когда есть противоречие игра есть только тогда когда вам необходимо решать какие-то задачи и преодолевать препятствия которые имеют место быть другой вопрос что у людей слишком дохрена препятствий препятствие на препятствие еще не препятствие еще добавляются знаете почему потому что неверная методика решений препятствие существует как обучающий процесс в собственно лабораторной работе под названием жизнь если индивидуум неверно неверное решение применяет да то есть вы пытаетесь вилкой скушать суп-пюре у вас конечно это получится но сколько энергозатрат случится по этому поводу пока вы будете вилкой хлевать суп достаточно долго из сил выбьетесь по большому счету поэтому здесь нужно принимать верное решение и в этих верных решениях необходимо применять правильные инструменты это обучающий процесс как у малых деточек дайте малому деточку супчику налить и жиденького бульончик и дайте ему вилку скажи ну кушай мой хороший давай вот так говорит кушай говорит вилочкой бульончик куриный порядке ребенок обалдеет поэтому друзья мои здесь мы на с вами находимся для того чтобы обучаться и стремиться к состоянию безусловного непредвзятого антисаморефлексичного суждения то есть когда вы выносите четкое определение безотносительно своего телесно-умсного аппарата во всем есть свои плюсы и свои минусы потому что в этом мире ничего не происходит исключительно для плохого или исключительно для хорошего плохое хорошее это индивидуальные суждения которые выносится индивидуумом относительно собственного телесного умственного аппарата а по-другому никак не бывает и не может собственно быть по-другому никак да я уже много раз пример приводил друзья мы всем здравия тела всем ясности ума и конечно же и обязательно прекрасного времени суток каждому из вас в зависимости от того где вы находитесь у каждого свое время суда постарайтесь быть сегодня абсолютно счастливыми не обращайте внимания на те флуктуации от говножуев которые случаются все до новых встреч дорогие друзья пока здравие тела и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание ясности ума азии и и и и и и